Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск на телеканале «УЧ». В студии для вас работает Тимур Акмаев. Сегодня вы узнаете о последних событиях в городе и республике. Оставайтесь с нами. Медики, прибывшие в составе поезда здоровья, на протяжении нескольких недель оказывают помощь красноучанам и даже спасают жизни. Об этом подробнее далее. В травматологическом отделении больницы Княгининская из 30 пациентов 15 ранены военнослужащие. Травмы у всех разные и степень тяжести тоже. Михаил Шульга был мобилизован в феврале. 19 апреля получил серьезное ранение. Вовремя и правильно оказанная первая помощь спасла мужчине жизнь. А хорошие шансы на выздоровление и восстановление обеспечили башкирские и красноучские медики. Получил ранение, минно-взрывную травму, ранение гранатой подорвалось под ногами. Был поврежден кишечник, был поврежден коленный сустав, бедренная кость, большеберцовая кость. Он был прооперирован, сначала осмотрен в Мендероте, потом прооперирован в Луганске. Его отправили для лечения по месту жительства. Наши товарищи из Башкирии помогли тем, что прооперировали его, поставили стыжневой аппарат. До этого у него фиксация была гипсовой шиной, она была не очень правильная. С этим аппаратом он стал мобильный, он передвигается по отделению. А данный аппарат – это самое передовое средство в оказании медицинской помощи пострадавшим с минно-взрывной травмой, пострадавшим с конечностями. Уходили с позиций, на которых находились в охранении. Охраняли, как говорится, наш тыл. И в этот момент прилетела граната. Ударила сначала в каску, а потом упала под ноги и разорвалась. Из-за этого я получил такие травмы. Помощь мне сразу оказал мой непосредственный командир, который присутствовал на позиции. Он наложил жгут и организовал доставку меня до ближайшего транспортного средства. А там уже на транспортном средстве я попал в Первомайск. Там, насколько я уже, можно сказать, был без сознания. Там, я как понимаю, мне казали первую непосредственную медицинскую помощь. И очнулся я уже в Луганске. После Луганска меня перевели сюда по месту лечения. Тут 21 числа мне тоже провели операцию и поставили аппарат. За что я благодарен башкирам за то, что они подарили такой аппарат. Получить травму можно за мгновение, а вот на лечение и реабилитацию понадобятся долгие месяцы. По словам заведующего отделением, после заживления ран пациента ждет длительное восстановительное лечение дома. И, конечно, уход за аппаратом. Он несложный. Раз в неделю смена повязок в месте выхода стержней и ежедневная спиртовая обработка. В этом Михаилу поможет супруга. Она медсестра. Другим пациентам отделения также большую помощь в лечении оказали башкирские медики. Хотя и пришлось им работать с минно-разрывными травмами впервые. Перед нами больной Шишкунов Алексей. Он травмировался во время боевого задания. Ему упала тяжесть на ногу. Были переломаны лодыжки. Из гипсовой повязкой не справилась с этим переломом. Пришлось его после рентген-контроля оперировать. Прооперировали мы вдвоем доктором с Башкирией. Металлоконструкции больному Алексею подарила, привезла и отдала в пользование республика Башкирия. Очень приятно, что такая помощь для наших военных. Выполняли боевую задачу пополнения БК снаряда на ногу. Получилась травма-перелом. Старшина был. Большое спасибо своему старшине Александру Разиховскому. Поехали сразу в травмопункт. Наказали первую помощь. Наложили гипс. Ну и, соответственно, потом было лечение. Большое спасибо нашим медикам. В особенности Юрию Васильевичу, профессиональный врач-травматолог. Спасибо башкирским медикам. Тоже ребята молодцы. Спасибо за пластину, за оказанную помощь республики Башкирия. Тоже не бросают нас трудную минуту. Спасибо за все. Башкирия и Российской Федерации. Победа будет за нами. Во время боевых действий получил травму. Приехал сюда на лечение. Ну и здесь сделали операцию. Доктора с Красного Луча, с Башкирии. Все нормально. Все теперь заживается, расстается. Спасибо большое республике Башкирии. Нашей республике. Отдельно еще хочу сказать, я с города Петровского. И республика Башкирия очень много сделала для этого города. Уже много лет. В общем, большое спасибо всем. Заведущий травматологическим отделением рассказал, что основной частью медикаментов всех пациентов в настоящее время обеспечивает Луганская Народная Республика. И военнослужащих, и гражданских. Сергей, получивший серьезную травму плечевой кости, получил для лечения все необходимое. И лекарство от государства, и пластину, фиксирующую металлоконструкцию от Республики Башкортостан. Рубашкирским врачам очень благодарен за то, что помогли, сделали операцию. И даже болеть перестал пока. Всем врачам благодарен. Медицинские работники из Башкортостана совместно с краснолучскими докторами ведут большую и плодотворную работу по лечению наших жителей. Гости из Дружественной Республики уже доказали, что их помощь неоценима. Новости телеканала «Луч». В Красном Луче 2 июня почтили память мирных жителей, погибших в результате авиаудара в СУ по зданию бывшей Луганской областной государственной администрации. Это мероприятие прошло в рамках проекта «Мы помним» общественного движения «Мир Луганчини». Об этом сообщает сайт городской администрации. В памятном мероприятии приняли участие замглавы Красного Луча Ольга Лямцева, руководитель исполкома Краснолучского территориального отделения общественного движения «Мир Луганчини» Анна Черкашина, общественники и сотрудники городской администрации. Присутствующие вспомнили события 2 июня 2014 года. Зажгли вам падки и почтили память погибших минутой молчания. Также в этот день в Красноульской центральной городской библиотеке имени Надежды Крупской прошла информационная беседа в честь Дня памяти погибших от авианалета. Сотрудники библиотеки напомнили участникам мероприятия о том, как 8 лет назад в СУ нанесли авиаудар по Луганскому ОГА. В результате ракетного удара по густонаселенному району в 2014 году пострадало более 20 человек от осколочного ранения и 8 погибло. Мобилизованные жители ЛНР будут иметь льготы по оплате коммунальных услуг. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Как сказал глава ЛНР, сейчас разрабатываются нормативно-правовые документы, которые предоставляют льготы по оплате коммунальных услуг по окончанию войны. В настоящее время за мобилизованными гражданами сохраняются рабочие места, они также продолжают получить заработную плату. 1 июня в Красном Луче во Дворце Творчества Детей и Юношества прошел первый фестиваль КВН. Об этом сообщает сайт администрации. В нем приняли участие команды из 2-й школы, 3-й, 7-й, 9-й, 20-й и 22-й. Тема игры называлась «Обо всем на свете». Команды соревновались в двух конкурсах – визитная карточка и музыкальное домашнее задание. КВНчики показали зрителям интересные сценки, смешные миниатюры и актерское мастерство. Различные направления веселых и находчивых подарили людям радостное настроение и незабываемое впечатление от игры. 1 июня глава ЛНР Леонид Пасечник посетил первый детский досуговый центр, который открылся на базе Луганского Свято-Владимирского кафедрального собора по инициативе Всероссийской политической партии «Единая Россия». Об этом информирует сайт Красноужской администрации. В церемонии открытия приняли участие председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко, замсекретаря Генерального совета «Единой России», зампредседателя Государственной думы Федерального собрания РФ Анна Кузнецова, первый зампредседателя Комитета Государственной думы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с отечественниками Виктор Водоладский. Также на мероприятии присутствовали почетные гости в лице представителей общественности и студенты ЛГУ имени Владимира Даля. Перед посещением детского досугового центра они приняли участие в молебне. На церемонии открытия Виктор Водоладский отметил, что духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи — одна из основных целей «Единой России». Детскому досуговому центру предоставили пять ноутбуков, проектор, спортивный инвентарь и другие необходимые предметы. В Луганской Государственной Академии культуры и искусств 10 июня пройдет конкурс патриотической песни имени Михаила Матусовского «С чего начинается Родина». В нем примут участие исполнители из ЛНР, ДНР и Российской Федерации. Об этом сообщает сайт ЛИЦ. Для участия в конкурсе уже приняли и обработали 52 заявки, шесть от представителей Российской Федерации, из Подольска, Ростова, Зверева, четыре от ДНР и столько же заявок от ЛНР, из Красного Луча, Свердловской и других городов. Главным условием участия в конкурсе является исполнение песен на стихе Михаила Матусовского. В состав жюри войдут профессиональные вокалисты из ЛНР и РФ. Возглавит их российская певица Лора Суперфин. Официальный сайт ЛУГАКОМ сообщает, связи с работами на коммутационном оборудовании может быть частичное прерывание сервисов мобильной связи. В Красном Луче на прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов раскрыли убийство. Подробности в сюжете МВД. 21 мая 2022 года в Краснолучский городской отдел внутренних дел МВД ЛНР поступило сообщение, что в одном из домов в городе Красный Луч обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями. Сотрудниками Краснолучского ГОВД МВД ЛНР совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска МВД и взводом патрульной службы Краснолучского ГОВД по подозрению в совершении преступления задержан гражданин 1995 года рождения. Установлено, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, задержанный нанес телесные повреждения, несовместимые с жизнью, своему приятелю, гражданину 1982 года рождения, после чего вынес из дома потерпевшего имущество с целью дальнейшей перепродажи. Ну я спросил у него занять денег там, может ли он занять мне сумму там. Какую, позавали, нет? Да я не помню, небольшую. И он что ответил? То, что-то непонятное мне. Агрессивное, что-то непонятное. Дальше? Дальше я взял молоток, он стоял там, в углу. Нанес ему несколько ударов в область головы. Подходите и показывайте. Ну, вот так. Гражданин 1995 года рождения задержан. Получены признательные показания, изъяты вещественные доказательства, ведется следствие. По информации городской санэпидемстанции, в Красном Луче за 22 неделю текущего года на 68% снижен порог заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями. Заболело 70 человек, из них 37 – это дети. Также от коронавирусной инфекции пострадало 4 человека, в том числе двое детей. Будьте осторожны, когда вы ходите на природу. Сезон клещей продолжается. От укусов опасных членистоноких пострадало 19 человек, в том числе 10 детей. На этом я заканчиваю наш информационный выпуск на телеканале «УЧ». Для вас работал Тимур Ахмаев. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...